Спасибо большое, спасибо, спасибо. Это отличное интервью. Лучшее сегодня. Последние два года моей жизни это лютый хаос. Это очень круто, но это вот так вот всё. Я вошёл с работы, я перестал заниматься музыкой, начал снимать видео, и примерно через каждые полгода я делал какую-то штуку, которая полностью меняла формат деятельности, и постоянно думал, что делать ещё, что делать ещё. Я отправлялся в трипы, я доёбывался до людей на улице, я снимал атмосферные видео, что-то ещё, и каждый раз у тебя в голове, что сделать ещё, что сделать ещё. И во время последнего трипа я чётко знал, что в какой-то момент я вернусь в Санкт-Петербург, чтобы делать музыку и повышать скилл своих видосов и вписываться в какие-то крутые проекты. В сентябре я вернулся в Санкт-Петербург, думал, что буду заниматься музыкой, вписывался во всякие видеодвижухи и, в принципе, рад. И такое огромное количество странных, страшных и прикольных мыслей в голове. Сюда из Азии доехала Вика, с которой мы мутили музыку. Мы порепетировали один раз, и я чётко решил, что больше не буду этим заниматься. В ближайшее время точно. Теперь буду пилить частые видео на YouTube. Я купил очень крутой микрофон. Буду делать их абсолютно не так, как делают другие чуваки на YouTube русском. Это будет крутая камера, крутой микрофон. Кинематографичное изображение, я очень сильно на это надеюсь. И не каждый день, но довольно часто я буду просто пытаться что-то делать. Каждый раз, когда ты путешествуешь и знаешь, что тебе есть для чего вернуться, что у тебя есть ещё какая-то деятельность фантомная, которой ты, возможно, будешь заниматься, это очень сильно тебя отвлекает. И у меня здесь лежала в Петербурге моя любимая гитара. У Славы Кавленоса спасибо, что поддержала её у себя. Почему моя гитара крутая? Это охренительно тяжёлый кейс, который мне постоянно приходится возить. Вот, и это мой любимый Fender Stratocaster японский. И, короче, у него серийный номер. Это практически дата моего рождения. 23308. А я родился 23 августа. 23308. Вот, и... Короче, из этого маленького факта, когда я её купил много лет назад, мне показалось, что это магическая гитара. На самом деле так и есть. Она звучит очень круто. Купил её очень дёшево. И каждый крутой чувак, который на ней когда-нибудь играл, просил меня её купить. Вот, я не буду её купить. А вот педалборд, возможно. Короче, к чему это всё? Я освобождаю всё своё время и начинаю пилить видео. Естественно, теперь каждый день нужно думать, что прикольно сделать. И вчера мы ездили с Сашей снимать пачку интервью для компании Юморт. Человек должен стараться не обращать внимание на других. В каком смысле его действия, его слова, его мысли, они не должны существовать в отражении от других людей. Это должно быть... Даже если это неправильно, это должен быть самостоятельный выбор, это должно быть его решение, обдуманное. Это всегда видно в отношении, в общении с человеком, когда он уверен, он свободный, тогда он не стесняется, не закрывается. И это позволяет раскрыться ему полноценно. Это было прикольно, но я не снимал, ну, в смысле, вот, весь процесс. И мы были в очень классном месте, в офисе, который находится на пути посадки самолётов из... точнее, в Пулково. И я думал заехать туда и вот так вот поснимать их очень низко, но сделал это в следующий раз. А сейчас мы поедем, так как крутая погода, выяснять, может ли дрон, фантон третий, догнать лонгборд и велик. Клёво, короче, будет. С ведьмэск! Саня, ты куда уехал? Здравствуйте, с вами Александр Игоревич Хомутов, и это наш первый влог про собаку. Ну что, полетаем? Полетаем, только не полетаем, потому что я его не взял с собой. Ты серьезно, блядь? Да, прости, я просто не домой сегодня. Саша не взял дрон. Сейчас меняется. Пойду снимать того чувака. Поеду с первым, да. Он классный. Чего? Мы кругом проедем. Да, давай. Скорая помощь. Сейчас мы будем фоткать Сашу. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! САМИЕ ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok